Продолжение следует... Прямой порядок слов. На первом месте ставится подлежащее, которое отвечает на вопросы кто что. На втором месте сказуемое, что делать. На третьем и последующих местах второстепенные члены предложения. Например, Их, Хайсе, Оксана. Их, подлежащее. Хайсе, сказуемое. Оксана, дополнение, то есть второстепенный член предложения. Обратный порядок слов. На первом месте ставится один второстепенный член предложения. На втором месте остается сказуемое. На третье место уходит подлежащее. На последующих местах мы оставляем второстепенные члены предложения, если таковые имеются. Например, Оксана, Хайсе, Их. Оксана, второстепенный член предложения. Хайсе, сказуемое. Их, подлежащее. Порядок слов в вопросительном предложении с вопросительным словом. На первом месте мы ставим вопросительное слово. На втором месте сказуемое. На третьем месте подлежащее. На последующих местах второстепенные члены предложения. Например, На первом месте у нас вопросительное слово. На втором месте сказуемое. На третьем месте подлежащее. Для того, чтобы проспрягать немецкий глагол, нам нужно выделить его основу. Для этого отбросьте у глагола, который стоит в инфинитиве, окончание ЕН. Например, у глагола КОММЕН основа будет КОМ. Теперь к основе нам нужно будет подставить окончание. Для разных лиц характерны разные окончания. В данной теме мы рассмотрим только три лица. Их, я, ДУ, ТЫ, СИ, ВЫ. Спряжение глагола КОММЕН. К основе КОМ мы добавляем следующее окончание. Для формочки ИХ окончание Е. Глагол ХАЙСЕН спрягается по тем же правилам. Однако у этого глагола есть небольшое отличие. В формочке ДУ мы добавляем не окончание СТ, как это нужно по правилам, а окончание Т. ИХ ХАЙСЕ, ДУ ХАЙСТ, СИ ХАЙСЕН. Спряжение глагола ШПРЕХЕН. Говорить, разговаривать. В немецком языке есть глаголы, которые называются неправильными. Данные глаголы имеют некоторые особенности. В словарях они помечаются звездочками. Глагол ШПРЕХЕН относится к неправильным глаголам. При спряжении в некоторых лицах в глаголе ШПРЕХЕН меняется корневая гласная Э на И. Окончания остаются теми же, которые мы выучили для предыдущих глаголов. Эти окончания характерны для всех глаголов, практически для всех глаголов. ИХ ШПРЕХЕН, ДУ ШПРЕХСТ, СИЙ ШПРЕХЕН. Спряжение глагола ЗАЙМ, быть, являться. Глагол ЗАЙМ является особенным глаголом. И спрягается он не по правилам. Его спряжение нужно выучить. ИХ БИН, ДУ БИСТ, СИЙ СИНТ. Глагол ЗАЙМ, ДУ ШПРЕХСТ, СИЙ СИНТ. Глагол ЗАЙМ, ДУ ШПРЕХСТ, СИНТ. Глагол ЗАЙМ, ДУ ШПРЕХСТ, СИНТ. Глагол ЗАЙМ, ДУ ШПРЕХСТ, СИНЬ. Глагол ЗАЙМ, ДУ ШПРЕХСТ, СИНТ.